В те времена правил Увеновский царь Новоходоносор, завоеватель иудеи. Как-то находясь во дворце, он обратился к начальнику дворцовой стражи. «Я хочу», — сказал царь, — «чтобы ты отобрал нескольких иудейских пленников-мальчиков и послал их на воспитание в нашу царскую школу. Проследи, чтобы все они были знатого рода, здоровые, красивые, хорошо воспитанные и способные к учению. Пусть они проведут в школе три года, а затем приведи их ко мне». Начальник стражи немедленно отправился туда, где жили иудейские пленники. К ним привели всех мальчиков. «Как тебя зовут?» — спросил начальник стражи у первого мальчика. «Даниэль, откуда ты?» — «Из иудеи». «Кто твой отец?» Даниэль назвал имя одного из иудейских князей. Начальник стражи был очень удивлен. Царь приказал, чтобы мальчики были из знатых семей. «Как раз такой мальчик мне подходит», — подумал он. Затем мой офицер отобрал еще трех мальчиков. Мальчики шли вместе с офицером до дворца. Скоро после осмотра дворца их повели в дворцовые покои, чтобы они приняли участие в трапезе. Но Даниэль и его друзья не притронулись к еде. Заметив это, царский офицер обратился к Даниэлю. «Ешь, сын мой. Это мясо и вино со стола самого царя». Даниэль ответил. «Господин мой, это мясо приготовлено в несоответствии с нашими законами. Позволь мне, прошу тебя, не есть его». «Царь поручил мне заботиться о вас», — ответил офицер. «Я не могу допустить, чтобы вы выглядели хуже, иначе не придется держать перед царем ответ». «Тай нам десять дней», — попросил Даниэль. «Вели подавать нам только овощи, фрукты и воду. И после этого ты сможешь убедиться, что мы будем выглядеть так же хорошо, как и все другие». Офицер согласился. Прошло десять дней. Даниэль и его друзья выглядели отлично. И он распорядился и впредь кормить их овощами и фруктами. Так прошло три года. Мальчики за это время научились читать и писать на вавилонском языке. Они умели толковать значение снов и расположение звезд на небе. Однажды утром Новоходоносов призвал своих мудрецов и с тревогой сказал им. «Я видел сон, который не дает мне покоя. И я не помню, что мне снилось. Вы должны рассказать мне мой сон и дать ему толкование. Царь спросит о невозможном, — возразили они. «Мы не знаем такого мудреца, который способен рассказать человеку его сон. Никто еще на свете не просил о подобном». Услышав и слова, царь разгневался и послал за начальником стражи, приказав казнить всех мудрецов. Начальник сразу же сказал Даниэлю, что произошло. Тогда Даниэль сказал, — «Отведи меня к царю». Начальник сразу же согласился и велел ему прийти утром. Всю ночь Даниэль молился, прося Бога помочь ему. Утром Даниэль предстал перед царем. Царь спросил его, — «Можешь ли ты рассказать мне мой сон?» Даниэль ответил, — «Ни один человек на свете не мог бы этого сделать. Но в небесах есть Бог, который знает все. Я молил всю ночь, и он открыл мне твой сон и его значение. Ты, находясь на своей ложе, думал о будущем. И вот перед тобой появилось огромное и сверкающее изваяние. Его голова была из золота, грудь и руки из серебра, живот из бронзы, а ноги из железа. Ступни — частью из железа, частью из глины. Внезапно камень откололся от скалы и попал в изваяние. Оно рассыпалось на мелкие осколки. В это время поднялся сильный ветер, опыт хватил все осколки и унес их прочь. А камень постепенно начала расти, пока не превратился в высокую гору, заполнившую собой всю землю. Царь воскричал, — «Верно, это тот сон, что я видел ночью. Растолкуй же мне его значение». «О царь, — сказал Даниэль, — ты — голова из золота. Бог на небеса отдал тебе сильное царство и большую власть. Все остальные части изваяния означают, что одно за другим будут подниматься новые царства. Но каждое следующее будет слабее предыдущего, и все они исчезнут. В конце концов, Бог установит царство, которое никогда не будет разрушено. Царство праведное, которое будет существовать вечное. Этот камень, который превратился в гору, заполнившую всю землю, и есть это царство. Царю очень понравилось это толкование, и он дозвысил Даниэля над всеми мудрецами Вавилона. Могущество новоходоносца росло все больше и больше, и гордость переполняла его. И снова ему приснился сон, он рассказал обо Даниэлю. «Мне приснилось огромное дерево, которое росло, пока не достигло небес. Листья этого дерева были не обыкновенно красивой формы, а плоды его райского вкуса. Плодами этого дерева питались все люди и звери. В тени его было прохладно и приятно, но и твях его птицы вели гнезда. Я взянул на дерево, и вдруг с неба раздался голос. «Срубите дерево, обрежьте его ветви, оборвите листья и разбросайте его плоды. Пусть только корни его останутся в земле, пока не пройдет семь лет». «Теперь я прошу тебя, Даниэль», — сказал царь. «Растолкуй мне этот сон. Не бойся, скажи мне всю правду, что бы не означал тот сон». Даниэль начал говорить. «Царь мой, могучее дерево, с его прекрасными плодами, которые раскинулись над землей, давая пищу и укрывая в тени людей и зверей, это ты. Голос с неба — это голос Бога, который за твою гордыню насылает на тебя беду. Ты будешь изданной страны, будешь жить среди зверей, питаться травмами, как звери без убежища. Ты будешь мокрым от дождей и росы. Так будет продолжаться в течение семи лет, пока ты не поймешь, кто управляет твоим и всеми царствиями на земле. Пока ты не поймешь, что это Бог ставит и свергает царей по своей воле, то корни дерева остались в земле. Это означает, что царство твое останется и будет возвращено тебе, когда ты поймешь эту истину по прошествии семи лет». Даниэль продолжал. «Если ты поймешь эту истину теперь, будешь милостив к своему народу, будешь издавать деньги бедным, помогать беззащитным, тогда можно будет предотвратить несчастье. Но царь не поступил, как велел ему Даниэль. Прошел год. Как-то царь с крыши своего дворца рассматривал свой город Вавилон. «Разве я своей властью и могущество создал все это великолепие?» – сказал царь. Не успел он этого договорить, как с неба послышался голос. «Царь на выхода носа, ты лишишься своей власти и своего царства!» Страх и безумие охватили царя. Он бежал от людей, питался травами, жил среди зверей, мок от дождей и росы. Волосы его отросли, а ногти его стали, как птичьи когти. После семи лет царю вернулся разум. Он вернулся домой и получил обратно свое царство. Тогда-то он вспомнил свой сон на толкование Даниэля. И он понял, что только Бог правит всеми царствами, и это он дал ему Новохадоносору власть. С тех пор Новохадоносор не предавался гордыне, он был справедлив и милосерден своему народу. После смерти Новохадоносора на предсор зашел царь Большацар. Однажды Большацар устроил во дворце пир. Он созвал на него тысячи вельмож. Когда царь опьянел, он приказал слугам принести священные сосуды из Иерусалимского храма. Царь и его вельможи пили с этих сосудов вино и громко славили своих богов, сделанных из золота, дерева или камня. В разгаре пира привелась рука, которая начала писать на стене таинственные буквы. А немевший от ужаса царь и его придворные увидели на стене три слова «Менет и Кель уфарсин». Царь немедленно приказал «Позвать ко мне всех мудрецов и магов». Но никто из мудрецов не знал, что написано на стене. Царь велел послать Даниэля. Увидев эти надписи, Даниэль сказал «Эту надписью Бог посылает тебе предупреждение за то, что да сквернил священные сосуды Иерусалимского храма и тем самым засмеялся над ним». Вот что написано в надписи. «Мене» означает, что дни твоего правления подошли к концу. «Текель, ты обвиняешься во всех твоих прегрешениях. Уфарсин твое царство разделит между собой персы и медийцы». В эту ночь царь-больша царь был убит в своем собственном дворце. Утром в Вавилон вошла персидская армия. Так в Вавилон завоеватель людей сам пал жертвой завоевателя. Персидский царь назначил 120 князей управлять государством. Над князьями он поставил трех наместников. Одним из них был Даниэль. Князья и наместники завидовали Даниэлю. Зная его способности и заслуги, они боялись, что царь поставит его управлять всей страной. Они день и ночь пристально следили за Даниэлем в надежде, что он совершит промах и тогда царь сместит его. Но Даниэль верно служил царю, а еще более преданно он служил и молился Богу. Тогда князья придумали, как можно устранить Даниэля. Они пошли к царю и сказали, да продлятся годы твои, о царь. Мы, твои князья и наместники, хотим доказать тебе свою верность и преданность. Поэтому мы написали указ, который просит тебя подписать. Они достали пергамент и прочли. В течение 30 дней мы приказываем молиться только царю, запрещая молиться Богу или другому человеку. Нарушитель этого закона будет брошен в клетку со львами. Царь одобрил указ и поставил на пергаменте свою подпись и печать. Когда весь дошел до Даниэля, он понял, какой опасности подвергся. Но, несмотря на это, он продолжал молиться, как всегда, обращая лицо свое к Иерусалиму. На это и рассчитывали князья. Они поспешили к царю и доложили ему. Царь, есть человек, который нарушает твой закон. Это Даниэль. Три раза в день он молится своему Богу, преклоняя колени. Он заслуживает наказание, как сказано в указе. Прикажи, бросьте его в клетку со львами. Тогда царь понял, что князья построили Даниэль в ловушку и глубоко опечалился. Он высоко ценил Даниэля и не хотел лишиться его. Ведь весь день он искал путь, как спасти Даниэля. За ходом солнца князья пришли за царским решением. Они сказали, «Почему ты медлишь, царь? Ты же знаешь, что по закону Персию никто не может отменить указ, подписанный царем. Даже сам царь». С болью в сердце царь велел исполнить приказ. Он сам шел к Даниэлю и вел его в клетки со львами. Из цветки доносили встречание голодных зверей. Перед тем, как Даниэлю втолкнули в клетку, царь сказал ему, «Пусть Бог, которому ты так верно служишь, поможет тебе». Вот в клетку зародили огромным камнем. Всю ночь царь не мог заснуть. Как только занялась заря, он поспешил к клетке. Печальным голосом, не надеясь получить ответ, царь заговорил, «О, Даниэль, сумел ли Бог спасти тебя из пасти львов?» «Да продлятся годы твои, царь», — ответил Даниэль. «Бог послал мне ангелов-спасителей, которые заткнули пасти львам, и я остался цел». По приказу царя злобных заговорщиков бросили в ту же клетку со львами, где они были растерзаны. А Даниэль остался на службе у царя до конца своих дней. Все любили и почитали его. Субтитры создавал DimaTorzok